Вот мое рабочее место. Сейчас я пишу картину по своей фотографии, сделанной в Таиланде два года назад. Это провинция Пханга, которая находится неподалеку от острова Пхукет. Вот эта фотография. Это не целая фотография, это кусочек фотографии, который я обработала в фотошопе. Вот такие там необыкновенные горы. И по этой фотографии я пишу картину. Но у меня, как всегда, точного соответствия фотографии нет. То есть я на картине по ходу создаю композицию, которая бы удачно вписывалась, на мой взгляд, в формат. Вот сейчас я сделала подмолюлок. То есть вот у меня получается небушка такое. Я сейчас все это еще растушую. Рукой просто разотру. Руки у меня в перчатках, поэтому обычно я руками растушевываю, пальцами. Вот. То есть тут хорошо очень прослеживается плановость. То есть вот самый первый план, передний, у меня вот из таких контрастов состоит. Коричнево-зеленых. Крупными пятнами я просто набросала, где я предполагаю, где будут у меня кусты, где деревья, где какой-то холм вот тут вот в углу будет вправо. Потом идет вот такое большое массивное пятно горы на переднем плане гора. Потом гора на втором плане. И самая дальняя гора, которая вот, по сути, вот такой вот хребет задний. А вот как выглядит исходник. Вот. То есть, ну, можно сказать, что много я уже додумываюсь, додумываюсь своего опыта просто. Потому что, в принципе, я много написала в горных пейзажах. Сейчас я немножко подрастушевываю небо. Ну и какие-то грубоватые контуры, которые мне кажутся наручными. Вот. А завтра, скорее всего, я уже возьму из-за мастихин. Краски, которые я использовала, сейчас немножко расскажу, не знаю, будет ли видно на видео. Значит, вот эта травяная зеленая у меня. Кобальт фиолетовый светлый. Потом ультрамарин светлый. Кадми желтый темный, кадми оранжевый, бирюзовая, цвета ладога. Все. Все остальное у меня получается из смеси этих цветов. Вот разброс моих красок, но я не всеми из них воспользовалась сейчас. Конечно же, висюбику выдавнивать было бы удобнее, чем вот этих вот пакетиков, которые я специально сделала для перелета в самолете. Вот такие белила я купила. В тутошнем местном магазине. Они французские, очень дорогущие. Ну, есть магазин подешевле, но до него далеко ехать очень. Пока решила воспользоваться этими белилами. 150 мл мне обошлись, грубо говоря, порядка 950 рублей. Дорого. Вот, холст у меня не очень хорошего качества. Тоже там выбор был небольшой. Но зато он дешевый. Сама холстинка очень тонкая. Вот, ну, зато он стоит всего 250 рублей. 40 на 50. Вот такие вот расклады. Очень классную, удачную кисточку я перед объездом приобрела. Я ее приобрела в Адлере. Сейчас покажу фирму. Вот такая вот кисточка. Мне ужасно нравится эта синтетика. У нее полукруглый край. Настолько приятно ей работать, вообще делать подмалевок. Толщина, наверное, порядка сантиметра. Вот, потому что поговорили мы на онлайн-встрече в интернете о кистях. Я поняла, что что-то я себе не позволяю нормальную кисточку купить. В итоге купила вот эту кисточку. Дорогая. Купила рублей за 350, по-моему. Вот, так что вот так вот протекает работа. Подмалевок где-то за час я сделала. Набросала кистью просто контуры вначале. И потом вот так вот крупными пятнами все это заполнила цветом пространства. Так что завтра продолжение снимаю. Доброго утра. Сегодня вот я встала, посмотрела свой вчерашний подмалевок. Свежим взглядом при дневном свете, потому что вечером уже, в принципе, было, когда я его заканчивала, так в доме не очень светло. Вот на улице немножко у меня в других цветах. Увиделся. Но в целом вообще подмалевком я довольна. Вот такой вот он получился. Вообще интересно бывает так, когда картину пишешь, допустим, там часа полтора до два, глаз каким-то образом замыливается и начинает видеть нюансы, но в целом как-то перестает воспринимать работу. А потом вот, допустим, два часа не было, у нас вечером мы ездили на прогулку, приехали, и я прям глянула свежим взглядом, как бы увидела картину в целом. И мы, ну, свежее прям совершенно восприятие пришло. Мне понравилось, как, в принципе, я в массах там ее набросала, оттенки цветов очень понравились. Сегодня я ее буду продолжать. Сейчас вот времени полдесятого утра я занимаюсь йогой немного на террасе, и потом часа два я планирую позаниматься картиной, потом в два часа дня у меня скайп запланирован. Ну, вот мне надо как-то все увязать. Вот. Спасибо за комментарий в предыдущем видео. Я поняла, что вам интересно смотреть то, что тут вокруг происходит. Буду потихонечку снимать, и у меня, как бы, идея пришла нового формата. То есть я буду в основном, конечно, стараться концентрироваться, концентрировать информацию все по теме, все-таки связанную с творчеством, с живописью. И в эти же видео буду включать какие-то зарисовки небольшие, чтобы, ну, чтобы жизни добавить ему. Таким образом, будет интересно смотреть и тем, кто чисто живописью интересуется, и тем, кто интересуется, что происходит любопытно. То ли я не замечаю вот этих всех шумов, когда я не снимаю видео, то ли такое ощущение, что тут никакого нет движения. Вот. Но стоит мне выйти с камеры на улицу, и сразу какое-то происходит, какое-то вот, какие-то движения, какие-то строительные звуки какие-то ездят, всякий транспорт. Вот. На самом деле, вот, ну, не ездил тут никто все утро. Вот. Сейчас я... Мы съездили с Русланом в кофейню тут рядышком с домом, и после этого я его отвезла в офис на байке, вернулась. Что-то я сегодня как-то удивительно долго спала, прям на меня не похоже, аж до восьми часов утра. Я проснулась ночью, было как-то так жарковато. В принципе, сейчас и довольно жаркий сезон. То, что я была одета в толстоподиным рукавом, это, конечно, не говорит о том, что тут холодно. Это что-то просто у меня какое-то восприятие специфическое. Сейчас какая погода стоит? Ну, по ночам где-то 21-22 минимум, днем 30, в принципе, стабильно. Очень жаркое солнце. То есть тут солнце в любое время жаркое. Даже зимой здесь на севере, когда температура по ночам падает до плюс 12, вот. Днем, конечно, всегда тепло, потому что зимой здесь дождей не бывает. Здесь сухой сезон, и, в принципе, днем, ну, градусов, если солнечная погода, ну, градусов 28 это минимум. Вот, ну, где-то 30, ну, 27-30, скажем так, зимой. Вот, ну, все равно каждый месяц, вот, в декабре, в январе, в феврале отличается погода. В феврале становится все жарче и суше, потому что сейчас вот еще, как бы, остаточный такой влажный сезон. Ну, то есть еще та влага, которая в сезон дождей выпала, она испаряется, очень влажность высокая. Потом был дождь, например, позавчера ночью, еще влажности стало больше. Может быть, еще будет пару дождей, не знаю, в этом сезоне. А потом уже будет все время сухо-сухо, и постепенно будет все высыхать. То есть какие-то и канавки, и какие-то тут каналы, все это будет высыхать. Воды будет все меньше и меньше, зелень будет тоже жухнуть. То есть сейчас зелень, конечно, очень пышная, очень яркая. Вот, еще очень много всего цветет. Потом будет часть деревьев даже сбрасывать листья в январе. Потом эти листья будут загребаться, их будут жечь. Здесь будет достаточно дымно, вот, к февралью месяцу, вот, в январе это все начнется. И будет вот реально интересно, что на горах деревья будут практически без листьев стоять. И при этом будет вот такая жарища днем. Специфическое, конечно, явление. Но вот в населенных пунктах, конечно, тут очень много зелени все равно останется. И плющи все зеленые на природе там тоже останутся зелеными. В общем, я буду показывать, как будет меняться тут погода. Конечно, вот, допустим, что касательно климата на море, допустим, на Пхукете, там, конечно, зелени больше зимой. То есть ее, в принципе, просто больше круглый год, потому что там же влажность из-за океана. Но там тоже многие деревья сбрасывают листья на зиму. Но там в джунглях немножко по-другому. Там они не все сбрасывают. Да там вот одно дерево стоит зеленое, одно сухое, потом два зеленых, а одно сухое. Вот как-то так. Еще тут ко мне собачка приходит. Ее зовут Надам, а девочка одна русская, ее зовет Мадам. Прикольная собачка. Мы купили собачьего корма, ее подкармливаем. И она теперь прям нас уже... Но она вообще всегда всех любила, а сейчас она особенно стала любить нас, потому что вот этот корм собачий просто ей так на душу лег. Такое впечатление, что никто ее до нас не кормил кормом. Вот, а чем-то, я не знаю, рисом, может быть, сейчас я ее покажу. И поэтому первый раз, когда она корм этот ела, она такого осторожно попробовала, она не ожидала, что это может быть вкусно. Видимо, потом раскушала, и стало очень вкусно. Сейчас покажу. Вот она, наша Мадам. Она вот когда вот так вот ложится, лапешки вытягивает. Это значит, что она прям вот хочет показать, какая она вся такая девочка-девочка. Вот, она очень-очень такая манежная, любит порисоваться, какие-то позы такие попринимать интересные. Сейчас я попробую позвать. Мадам! 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 О! У меня даже как-то от общения с собакой, у меня даже сон сегодня про собак снился ночью. Вот она вот так вот отдыхает, любит Мадаху свою класть на лапешки. Так вот выглядит окружение сейчас. Здесь много птичек всяких поет утро, потому что... Здесь орхидейка распустилась на дереве. Они прям вот на дерево привиты. И от влажности воздуха питаются. И еще, наверное, соком дерева. Но есть орхидеи, которые просто висят, например, и они просто корнями из воздуха берут влагу. А вот в том домике за банановым деревом мы жили в прошлом году. Сейчас там живет французская пара, моих лет примерно. Какой-то очень необычный цветок в катке. Я его вообще впервые такой вижу. Когда мы приехали... О, собака примчалась. Он только стоял вообще с бутонами. А сейчас вот распустился. Я почему-то ожидала белые цветы. Получились вот такие вот зелененькие цветочки. А вот на даму примчалась. Потому что она теперь прям мне предана очень-очень сильно. Ну, покажи мордаху свою. Хорошая. Ну, вот так вот. Ладно, дальше я продолжу уже про то, как я буду свою картину заканчивать сегодня. Вот процесс продолжения моей работы. Сегодня я занимаюсь. Сейчас я... У меня, по-моему, тут вот занималась. И вот гора Алья пока. Передний план пока не трогаю. Передний план у меня будет в последнюю очередь. Вот еще раз скажу мой исходник. Вот такие горы и тропические джунгли тут. Ну, небо я додумала, конечно, сама. Мне хотелось, чтобы оно было поинтереснее, чем просто однотонная. Еще по поводу красок. У меня там все в комментариях спрашивают, как мои краски пережили перелет. И вообще, как вообще все это проходило. Немножко сейчас расскажу, раз уж дело зашло о живописи. На просветке при входе в аэропорт заинтересовала того, кто сидел на просветке, что это у меня такое. Но я сказала, что это краски, упакованные в пленку. И без вопросов меня пропустили. На таможне никаких вопросов не возникло. В перелете краски. Они у меня были упакованы в такие жесткие коробки. Вот. От круп. Несколько коробок друг в дружку вставленных. Это нужно, потому что вещи, да, там могут помяться что-то. То есть обязательно в какие-то жесткие коробки. В принципе, удобно упаковывать в пластиковый контейнер с крышкой, мне кажется. Вот. Во время перелета, естественно, давление там увеличивается. Самих красок. То есть давление воздуха падает, и краски начинают расширяться. И они, у них хвостики немножко как бы заполнились краской. Но так это вообще ни на чем не отразилось. Ну, они немножко покрасились изнутри, и все. Сами вот эти вот упаковки нормально все выдержали. Сейчас я что делаю? Я срезаю просто уголки, пользуюсь ими. И потом в конце работы эти уголки я заклеиваю скотчем. Вот так вот просто. Вот я заклеила его, и все. Ну, чем неудобно. Есть неудобства некоторые, то, что когда вот они лежат с разрезанными уголками, если какое-то неосторожное движение, там нажмешь, может вылезти лишняя краска. Я пробовала сразу заклеивать после того, как выдавила на палитру. Но потом еще в процессе работы может потребоваться еще добавить краски. Поэтому я их пока не заклеиваю. Просто кладу вот так в сторонку. Хорошо, конечно, бы их хранить тоже какой-нибудь типа лоточкой. В лоточек класть пока работаешь. А потом уже после работы можно их заклеивать и убирать куда-то. Мне еще просили про тайские холсты рассказать. Ну, пока надо сказать, большой холст мне не удалось купить. Купила только 50 на 60. Тот магазин, до которого мы доехали, там был небольшой совсем выбор. И большой холст был один, но что-то я не стала его брать. На байке сложно везти. Я думаю, потом, может быть, мы попросим у друзей машину и съездим в другой магазин. Там выбор больше, и цены дешевле. На машине будет проще довезти. Зато я купила классный арголит. Вот, вот такой вот арголит. Он, в принципе, как наш ДВП. То есть он односторонний. Он очень-очень плотный. А, ну да, односторонний. Вот тут вот он с рисочками. И стоит он всего 40 на 60. 30 бат. Ну, порядка 50 рублей. Так, может, 55 рублей. Вот так в пересчете на наши деньги. И очень классный мне понравился арголит вот такого типа. С одной стороны он белый. Двухсторонний. А с другой стороны он гладкий. Просто вот такой картонный. Он стоит 24 бата. Это где-то 45 рублей. 30 на 40 размер. Вот я его использую сейчас для палитры. Прикольная штука. Такое ощущение, что сверху вот какой-то слой бумаги наклеили. Но он не очень тянет жир. Вообще вот этот арголит двухсторонний. Он масло из краски тянет не очень сильно. Не так, как наш негрунтованный ДВП. То есть прям прикольно. Я предвкушаю попробовать на нем порисовать именно на арголите. Хоть я себе сказала, что здесь, в Таиланде, я буду рисовать, стараться только на холстах. Но в итоге вот очень тянет меня на арголит. Ничего с собой поделать не могу. Нравится мне он как материал. По холстам сейчас еще покажу. Вот 40 на 50 и еще 35 на 45. Вот таких холстов я взяла. Очень они дешевые. Но качество самого холста, конечно, такое вот. Чуть плотнее марли. То есть бывает еще хуже. Еще тоньше. Но он не то чтобы плохой, он просто очень тонкий. Вот такой вот 35 на 45 холстик стоит. 130 бат. Это где-то 250, по-моему, что ли. Да, 130 бат. Странно, что он... Да, 130, это 250 рублей. Тот, который 40 на 50, он тоже стоил, получается, столько же. Вот. Но он там был один. И вот два холста было вот таких вот 35 на 45. Я взяла 2 35 на 45. Но на самом деле есть там магазины, где все и подешевле, и выбор побольше. Просто до них надо доехать. И уже это желательно сделать на машине, чтобы привезти было проще. Там можно будет и большие холсты. А так вообще там был большой холст. А он стоил порядка 360 бат. Это где-то 700 рублей на наши деньги. 60 на 80. Но что-то я вчера не рискнула его брать. Вот такие дела. Ладно, дальше буду рисовать. Вот такая картина в итоге у меня получилась. Интересно, что на фоне синей стены она смотрится совсем по-другому, нежели в комнате. Сейчас я еще на другой фон попробую переместить. Возможно, цветопередача изменится. Такие вот небеса. Горам. Цветопередача очень сильно зависит от того, на чем она лежит. А вот как она смотрится в помещении. Так. Продолжение следует... 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 Так что оставшуюся краску... Я чаще всего не выбрасываю... Хотя бывает иногда... Ситуация... Когда... Хочется просто счистить все с палитры... И чтобы палитра осталась чистая... И использовать ее в следующий раз... Просто как палитра... Все зависит от настроения... Вот такая вот текстура получилась... Вот на этом пожалуй я буду закругляться... До свидания... Продолжение следует... Продолжение следует...